Дорогие друзья! На селе работает и живет почти каждый четвертый гражданин нашей страны. Мы будем делать все для того, чтобы производить медицину, дороги. Создание достойных, привлекательных условий для жизни у населения – одно из важнейших направлений государственной политики. И, конечно, наша задача – добиться того, чтобы жизнь на селе с точки зрения жилья, инфраструктуры, общего комфорта отвечала современным стандартам. А на селе у нас живет много именно больших, многодетных семей. И это замечательно. За этим будущее. Такой мост в деревне Вырково-Касимовского района. Божество какое! Нет дорог, нет ничего цивилизации. Будущем на что ждет? Жители борются с привлечением внимания, пишут письма в администрацию, но везде один ответ – денег нет. Сколько у вас здесь сейчас человек живет примерно? Ну, у нас около ста человек будет. Вот так вот. Я жила в городе, я уезжала отсюда, я жила 8 лет в Баку, но я нет. Я когда, говорю, в 2010 году, я говорю, нет, я еду в свою страну, я хочу, чтобы мои дети родились здесь, чтобы дети здесь. У меня сейчас трое детей после 2010 года. Я хочу, чтобы они учились в сельской местности, гордились и не стыдились тем, что они учатся в сельской местности. Они сейчас получились в таком подвешенном состоянии, к ним и дорога ведет ужасная, по которой не хочется просто ехать, и моста нет. И вот они подвисли в таком вот неоднозначном положении. Ну что, друзья, всем привет. Сегодня поговорим о проблемах. С такими маленькими пенсиями, зарплатами, вообще людям нанять такси и доехать до города или до больницы, это нереально. К Путину выходили по сайту. Ну что, попадешь дальше, что ли? Пожалуй, нет. Мост не хотят строить. Как это так-то? Касимовский район, деревня Даньково, это то самое кладбище, про которое говорят жители деревни Вырково. Находится оно рядом с церковью Рождества Христова, деревянной церковью, в которую жители Вырково так любят ходить. Меня бабушка вот всю жизнь, я с детства, меня бабушка приучала. Вот почему я говорю? Духовно-нравственное воспитание. Почему? Вот чтобы люди человечными росли. У нас же не просто так наши деревенские люди каждое воскресенье ходили в храм. Они бросали все дела и ходили. Пускай там кто-то дома оставался, но бабушки и пожилые люди, они всех деток брали и водили в этот храм. Мы вот шли по дороге, дышали чистым воздухом. Нам показывали, какие растения, какая травка, кустарник. Почему я хочу, чтобы я, как многодетная мама, хочу, чтобы мои дети это видели, чувствовали. А там обязательно рядом с храмом у нас кладбище. Мы приходили, мы просто, вот как сказать, обязательно заходили на кладбище. И мы почитали, мы знали свое поколение, своих предков. Мы знали, что дети тоже будут, как сказать, ухаживать. Ну это просто чисто по-человечески. В магазин съездить. Сейчас бензин очень дорогой, и машина не у каждого есть. Магазин только в Сынтуле ближайший. Который за 4-5 километров сходил и купил. Здесь приезжают автолавки 2-3 раза в неделю. А продукты там, извините меня, за облачные цены и тухлятина, грубо говоря. Просто нет желания у главы администрации или где-то нашего Касимовского главы администрации что-то для людей сделать. Приехать, хоть бы раз приезжали бы в деревню, хоть раз в год. Как вот президент показывает, что, например, раз в год общается по телевидению. Переписку с инстанциями ведут до сих пор. Папка с полученными ответами только растет, как и список проблем, которые требуют решения. Недавно говорили главы администрации района, давай, говорит, вступим в программу, как устойчивое развитие сельских территорий. Может, чего и получится. Может, тогда выделят деньги. Тогда уже будем строить. Но только не этот ремонтировать, а будем строить нормально, на своих. Вроде как им обещали из резервного фонда Рязанской области на следующий год сделать этот мост. Но я считаю, если они это получат, это будет большая победа. Потому что бюрократическая машина в нашей стране, она очень неповоротливая. Так, ну что, 9 декабря. Актуальная ситуация такова, где мост у нас, вода не замерзла. Но другая часть сынтула замерзла. И можно наблюдать рыбака, который не боится даже. А нет, пока один. После того, как приехали журналисты, мы думали, ситуация будет развиваться, что-то поменяется, мост починят, хотя бы текущий ремонт сделают. Но ничего не произошло. Я обратился к одному из косимовских предпринимателей, чтобы он помог. Выделил досок, чтобы жители сами сделали текущий ремонт. Он откликнулся, выделил два куба досок, куб бруса. Но в зиму мы это делать не стали, потому что весной с ледоходом все смоет. И надо делать более основательно, подойти более серьезно к этому. Мы решили это сделать весной, поэтому ждем, когда пройдет зима, сойдет снег, лед. Ну и сами будем делать. Надеяться нам, как оказывается, не на кого. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok